МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что из достижений наиболее ценно? Об этом мы поговорим с начальником управления социальной политики Мариной Константиновной Кокаулиной. Марина Константиновна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. С праздником вас поздравляем. Вопрос такой хотели вам задать. Вот через диалог, через взаимные обязательства с властью и работодателями, чего удалось добиться профсоюзам? Вот в этом вопросе я солидарна с лидером профсоюзов Михаилом Шмаковым, который сказал, что главное достижение профсоюзов – это созданная эффективная система социального партнерства. Более чем за четверть века мы в республике достигли конструктивного взаимодействия всех социальных партнеров, профсоюзов, работодателей и органов власти. Более того, Татарстан стал пионером формирования правовой основы социального партнерства. Для решения вопросов социально-трудовой сферы заключается трехстороннее соглашение, где на республиканском уровне одной из сторон выступает правительство Республики Татарстан, на отраслевом – отраслевые министерства, а на территориальном – руководители исполнительных комитетов муниципальных образований республики. Все стороны несут обязательства, направленные на улучшение качества жизни трудящихся республики. На предприятиях также заключаются коллективные договоры, в которых прописываются обязательства профсоюзной стороны и стороны работодателей. Хочу отметить, что активная позиция профсоюзов в рабочих группах на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии только в сфере оплаты труда позволила добиться для работников небюджетного сектора экономики ежегодного установления минимальной заработной платы, размер которой почти на 16% больше минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. Для работников бюджетной сферы при переходе на окладную систему оплаты труда удалось повысить должностной оклад, увеличить надбавки за квалификационную категорию, например, врачам в два раза, среднему медицинскому персоналу в полтора раза, водителям скорой помощи в один и шесть раза. Также сохранить надбавку специалистам за работу в сельской местности, надбавку молодым педагогам, выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу за медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. И, конечно же, я не могу не сказать о санаторно-курортном лечении работников государственных и муниципальных учреждений, которые по продолжению по Союзу вот уже 16 лет финансируются из бюджета Республики. Многое сделано и многое предстоит сделать. Я надеюсь, что новые задачи будут успешно решены в рамках трехстороннего сотрудничества. Удачи вам еще раз с праздником! Поздравляем! Спасибо вам большое! С нами на связи была Марина Кокаулина, начальник управления социальной политики Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Сегодня профсоюзы ведут свою работу по нескольким направлениям. Правозащитная деятельность, охрана труда, молодежная политика, социальное партнерство, санаторное оздоровление, многое другое. Давайте познакомимся с этими направлениями поподробнее. Люди живут, учатся, работают, становятся старше и мудрее, передают опыт подрастающему поколению. Возможно, что обычному человеку в течение жизни и не понадобится юридическая помощь. Но если лишили стипендии, неправомерно уволили, отказали в трудовой пенсии, кто поможет, куда обратиться? Работникам членов профсоюза, а таких в Татарстане порядка 800 тысяч, есть кому помочь. Они могут обратиться к профессиональным защитникам, профсоюзным юристам. Профессиональные союзы созданы в целях защиты социально-экономических и трудовых прав работников. С начала и до 70-х годов 20 века профсоюзы татарии решали широкий спектр задач. Правовая помощь трудящимся была одним из важнейших направлений. Обращений было так много, что с 1977 года в Татарстанском областном совете профсоюзов заработала отдельная правовая инспекция труда. Юридическая помощь стала доступной. Права и интересы работников надежно защищались, поскольку правовая инспекция обладала полномочиями не только давать предписания, но и штрафовать руководителей. Ни одно заявление о нарушении трудовых прав не оставлялось без внимания. В результате реформ 90-х годов прошлого века профсоюзы утратили надзорные функции. Тем не менее, в ведении профессиональных союзов остались ключевые направления, которые затрагивают самые важные аспекты в сфере труда. Это контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства. Правовая экспертиза, нормативных актов Российской Федерации Республики Татарстан, локальных нормативных актов, коллективных договоров, соглашений и консультативно-правовая помощь. Ежегодно правовыми инспекторами труда проводится порядка 1200 проверок организации республики. Появляются свыше 3400 нарушений, порядка 90 из них устраняются. Профсоюзные юристы специализируются на восстановлении нарушенных трудовых прав и адресной помощи работникам. Ежегодно за юридическими консультациями обращается порядка 28 тысяч человек. В аппарате Федерации профсоюзов и ее членских организаций работает свыше 160 правовых инспекторов труда и юристов. Они всегда готовы помочь. Выслушают на личном приеме или ответят на телефонный звонок, проконсультируют через сайт или мобильные приложения. Профсоюзы оказывают выездные юридические приемные для работников организации республики. Ведут правозащитную рубрику в социальных сетях. Правовые инспектора профсоюзов Татарстана накопили уникальный опыт в решении проблем, связанных с невыплатой заработной платы, неправомерными увольнениями, отказами в назначении пенсии. Если не удается оперативно помочь работнику, то профсоюзы всеми возможными законными способами добиваются решения ситуации. Ежегодно оказывается правовая помощь в подготовке порядка 170 документов комиссии по трудовым спорам. Более 500 исков подается в суды. 90% дел решается в пользу работников. Экономическая эффективность от всех видов правозащитной работы, которую можно выразить в денежной форме, составляет порядка 200 миллионов рублей в год. Профсоюз помог для людей труда, ветеранов и студентов. Эта фраза звучит по-прежнему актуально. Профсоюзы нас защищают, молодцы, спасибо им большое. Я правильно обратился в профсоюз, помог осенью даже мне. Я людям советую, гражданам, обращайтесь, говорит труда. Тебя примут, выслушают, это бесплатно, что немаловажно. Мы никогда не получаем отрицательные, всегда получается решение вопроса. Вступая в профессиональный союз, человек труда становится частью большой команды, которая защищает его интересы, поддерживает в минуты радости и скорби, обеспечивает правовую помощь, отстаивает право на достойный оплачиваемый труд. Профсоюз, он всегда рядом, помогает и защищает. Правозащитная деятельность профсоюзов тем очень важная, очень актуальная. Сегодня хотелось бы еще об этом поговорить. Тем более у нас сегодня на прямой связи с нами Фарида Эриковна Санатулина, руководитель правового управления Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Фарида Эриковна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот насколько нам известно, ежегодно в адрес профсоюзов поступает около 40 тысяч различных обращений, жалоб. Скажите, что в основном чаще всего беспокоит, волнует людей? Ну, вы знаете, вообще спектр вопросов, с которыми обращаются к профсоюзным юристам, он достаточно широк и затрагивает практически все аспекты трудовой деятельности работника. Как правило, преобладающие большинство вопросов и нарушений, они связаны с оплатой труда, не оформлением трудовых отношений, а именно кадровых документов. В части оплаты труда нарушаются сроки выплаты заработной платы, отпуска номерсон, выплат при увольнении, не выплачиваются расходы, связанные со служебными командировками, не начисляется оплата за сперкурочную работу и так далее. В отношении кадровых документов, ну, как правило, не соблюдается порядок оформления трудовых отношений при переводах на другую должность, преувеличение объемов работ, изменение обязательных условий трудовых договора и так далее, что в свою очередь может повлечь нарушение трудовых прав работников. А результат какой? Вот помочь, получается, часто этим людям? Да, часто. У нас достаточно высокий показатель эффективности оказания правовой помощи. По результатам, принимаемых профсоюзами мер, по поступившим жалобам и обращениям устраняется более 90% выявленных нарушений. В связи с этим, вот мне хотелось бы отметить, что эти показатели достигаются благодаря работе профсоюзных правовых служб. В 2019 году эту работу проводило 27 штатных профсоюзных юристов и 168 внештатных. И профсоюзы на уровне федерального закона наделены рядом полномочиями. Это право проведения профсоюзного контроля, проверок за соблюдением работы дателям трудового законодательства. И при выявлении нарушений право направить работодателю представление об устранении этих нарушений. По закону работодатель обязан устранить 7-дневный срок. Ежегодно таких проверок проводится более 1000 и порядка 500 представлений об устранении нарушений направляется в адрес работы дателям правовыми инспекторами труда. Кроме того, если работодатель по предписанию правового инспектора труда профсоюза по каким-либо причинам нарушения не устраняет, то мы уже обращаемся в органы надзора в целях принудительного устранения нарушений. А давайте вот прямо сейчас нашим телезрителям расскажем, посоветуем, если все-таки трудовые права нарушены. Куда обращаться? Где помощь искать? Если работник является членом профсоюза, ему за помощью необходимо обратиться в профсоюзную организацию. Для членов профсоюза Федерации работает телефон горячей линии 236-94-82. С жалобой и вопросом можно обратиться в интернет-приемную на сайте Федерации профсоюзов. Исходя уже из конкретной ситуации, профсоюзная организация правовой инспектор труда оказывает соответствующую правовую помощь. Это и разъяснение законодательства, это и проведение выездных проверок на предприятие, переговоры с работодателем, подготовка документов в комиссию по трудовым спорам на предприятии, подготовка документов в суды и представление интересов работников в судах. Если же работник, членом профсоюза не является, то за защитой своих трудовых прав он вправе обратиться в гос. инспекцию в республике Татарстан, органы прокуратуры или в суд. Все понятно. Спасибо большое. С нами на прямой связи была Фрида Санатулина, руководитель правового управления Федерации профсоюзов Татарстана. Еще одним из главных, очень важных направлений деятельности профсоюзов является охрана труда, которой тоже уделяется особое внимание. Я предлагаю посмотреть небольшой фильм, который рассказывает о том, кто занимается охраной труда и как это происходит на местах. Охрана труда и здоровья всегда была важнейшей заботой профсоюзного движения. Ради борьбы за достойные условия на рабочем месте, справедливую оплату, социальные гарантии и создавались профсоюзы. Они помогают, проверяют, заботятся, предотвращают и даже спасают. Они рядом. Свои. Коллеги. Профсоюзные активисты. Их выбрал коллектив. Им доверяет профсоюз. Практически во всех отраслях народного хозяйства Татарстана работают уполномоченные профсоюзов по охране труда. Чтобы все люди, которые работают, работали они в безопасных условиях труда. И мы должны следить, выявлять и указывать это, и прививать к этому вот эту культуру в безопасных условиях труда работают. За простой формулировкой скрывается ежедневная системная работа. Ее необходимость доказана временем. Общественные инспекторы на предприятиях Татарии появились еще в 30-х годах 20-го века. Десятилетиями сфера труда была под плотным профсоюзным контролем. Отслеживалось выполнение коллективных договоров, соблюдение норм техники безопасности, законов о труде и промышленной санитарии. Предприятия технически перевооружились, условия работы улучшились. Технические инспекторы профсоюзов не только следили за охраной труда, но и участвовали в приемке новых промышленных объектов. После распада Советского Союза изменились и экономические реалии. Надзор в сфере охраны труда вышел на новый уровень. Регулирующие функции профсоюзов отошли созданной государственной инспекцией, но общественный контроль остался необходимой и важной частью новой системы. Все важнейшие изменения и расследования представители государства проводят совместно с профсоюзами. Работодатели, они осознают все ответственности, которые предусмотрены у нас трудовым законодательством в области обеспечения гарантии компенсации работникам. В Татарстане с общественным контролем в сфере охраны труда справляются 20 профсоюзных технических инспекторов. Профсоюз, как и раньше, охватывает все, что касается жизни трудящихся. Технические инспекции профсоюзов регулярно приезжают с проверками на предприятие. Задача – выявить и помочь устранить нарушения. Возможно, помочь с проведением специальной оценки условий труда – СОУ. Эта процедура пришла взамен аттестации рабочих мест. По закону, в составе комиссии при проведении этой оценки обязательно должен быть представитель профсоюза. Уполномоченные инженер по охране труда – это люди, которые в помощь работникам. Главное, чтобы человек остался жив, с руками, с ногами, и никаких не было несчастных случаев. Вот мы все для этого делаем. У технических инспекторов труда есть целая армия добровольных помощников – уполномоченные профсоюзов. 13,5 тысяч сотрудников предприятий и организаций Татарстана взяли на себя нелегкую, но почетную дополнительную общественную работу – заботиться о безопасности своих коллег. Проверяю все подъемники, таблические указатели, когда проверка произошла, когда закончится она в следующий раз и так далее. По всей ремзоне у нас происходит вся проверка. Тут по пути нетрудно проверить. Охрана труда в производстве – это особый ритуал, все пункты которого неукоснительно соблюдаются. Этим надо заниматься системно и регулярно, утверждают специалисты. Вся эта работа выполняется лишь для одной цели – сохранить жизнь и здоровье сотрудников. Как работают сестры? Вот те же растворы. Защищены ли наши сотрудники от этих растворов? От аппаратуры точно так же. Чтобы быть уполномоченным профсоюзов по охране труда, нужно не только получить и оправдать доверие коллег, но и регулярно проходить специальную учебу, подтверждая свой высокий статус. Считаю, все учеба оказывается, все на опыте, все со временем. Интересно же посмотреть, что будет со временем, как усовершенствовать все. Охрана труда важна не только в производственной сфере. В Татарстанской республиканской организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации работают почти 3000 профсоюзных уполномоченных. Педагоги в садике защищают детей, а активисты профсоюза помогают охранять труд самих работников. Если какие-то есть замечания, пишу предписание на имя директора и стараемся устранить эти недочеты. Уполномоченным профсоюзов могут выбрать и простого работника, и специалиста с высшим образованием. Главное, чтобы он ответственно относился к этому делу. Отсматриваем свою специфику работы по заземлению, различным там соединениям. У профсоюзных уполномоченных Татарстана есть возможность не только рассказать о своей работе, но и показать свои сценические таланты. Раз в два года Федерация профсоюзов республики проводит уникальный очный смотр-конкурс. Я все-таки вот, например, заработаю уже 35 лет в районе многое связи. Есть с чем делиться. Профсоюзные активисты представляют свою работу лично в присутствии строгого жюри и коллег из других предприятий. Итоги сценических состязаний объединяются результатами предварительного смотра представленных документов и конкурса плакатов по охране труда. Лучших уполномоченных профсоюзов награждают под бурные овации зала. Они настоящие звезды общественной работы. Все силы отдал на репетиции, на подготовку. Вот этот приз, этот долгожданный. Ты наполняешься энергией для дальнейших успехов и побед твоей команды, твоей профсоюзной организации. Охрана труда шуток не любит. Но шутить на эту тему можно. В агитационных целях. Федерация профсоюзов регулярно проводит конкурс КВН «Скажи да охране труда». Приезжают команды из предприятий и организаций Татарстана. Материалы для ярких шуток предоставляет сама жизнь, говорят участники КВН. Тема охраны труда, она очень важна на каждом предприятии. А чтобы ее немножко сьюморить, чтобы она была веселой, пришлось постараться. Все конкурсы, как в традиционной игре клуба веселых и находчивых. Визитка, конкурс капитанов, домашние задания. Но каждое выступление – либо сатира, либо инсценировка нештатных ситуаций на производстве. Естественно, для того, чтобы подобное не повторялось в жизни. Спасибо профсоюзной организации Республики Татарстан за то, что делает такие мероприятия. Это очень круто. Нам понравилось. Подбодриваю. Получать заслуженные аплодисменты зрителей приятно. Но большая часть жизни профсоюзных активистов проходит вне сцены, на рабочих местах, там, где они нужнее всего. Есть такая работа – защищать труд коллег и предотвращать несчастные случаи на производстве. С этой задачей справляются уполномоченные по охране труда профсоюзов Татарстана. Это образ жизни и призвание, которым можно и нужно гордиться. Вот мы сейчас посмотрели фильм об охране труда. А в это время к нам присоединилась Ирина Васильевна Андина, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот с какими вопросами люди чаще всего обращаются к вам в техническую инспекцию? Вопросов масса. Рабочее место соответствует ли оно требованиям охраны труда? Как узнать? Кто застрахован от несчастных случаев на производстве? Кто будет выплачивать, если производить выплаты по несчастному случаю? Медицинские осмотры. Можно ли отказаться от выполнения работы в случае, если возникла опасность для жизни и здоровья нашего работника? Кто должен приобретать средства индивидуальной защиты? Расследование несчастных случаев? Обучение, гарантии, компенсации? Вопросов очень-очень много. И вообще на протяжении века уже у профсоюзов охрана труда является приоритетным направлением нашей многотысячной работы в сфере охраны труда. Вот сейчас в фильме прозвучала информация, мы услышали, что контроль, общественный контроль за охраной труда производят, на предприятиях осуществляют некие уполномоченные от профсоюзов. А кто это такие? Что это за люди? Можно ли самому стать уполномоченным? И что для этого нужно? Ну, во-первых, начнем с того, что профсоюзы имеют право на штение профсоюзного контроля за соблюдением должностными лицами законодательства о труде и требуют устранения, если были выявлены какие-то нарушения. Ну и выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает выборы уполномоченных, доверенных лиц в каждом структурном подразделении на своем предприятии или в своей организации. Наши уполномоченные избираются открытым голосованием на общем профсоюзном собрании или конференции работников организации на срок полномочий выборного органа профсоюзов. Если их избрали, они обязаны обучиться, мы их обязаны обучить по 40-часовой программе. И далее они осуществляют свою деятельность во взаимодействии с руководителями со службами охраны труда, комитетами по охране труда. О своей работе они ежегодно отчитываются на собраниях профсоюзных заседаниях профсоюза. Но вот есть основной документ и типовое положение о уполномоченном. Его деятельность конкретизируется постановлением Исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов. Мы по праву гордимся большой армией, многотысячные наших уполномоченных. Их у нас 13,5 тысяч, которые ежедневно осуществляют общественный контроль, играют большую роль в соблюдении законодательства о труде. Ну и вот участвуют в трудовом процессе, находясь среди своих работников, своих коллег по работе, уполномоченные могут осуществлять постоянный контроль за соблюдением этого законодательства, не допускать, чтобы происходили несчастные случаи. Ну и чтобы заинтересовать, мы проводим конкурсы, у нас ежегодно проводятся КВНы для уполномоченных, пускается масса литературы. Вот такие у нас есть помощники по охране труда. Праздник, конечно, сегодня, все понятно, но вот не можем мы не спросить вот о чем. Наверное, нашим телезрителям тоже будет интересно и полезно это узнать. Если вдруг на рабочем месте произошло какое-то ЧП, какая-то трагедия, вот куда обращаться нужно, куда обращаться за помощью, кто поможет, в чем? Ну, как бы мы не стараемся выполнять все правила по охране труда, случается так, что в организации все-таки происходят несчастные случаи. И в первую очередь нужно немедленно организовать первую помощь пострадавшему, доставить его в медицинскую организацию. Конечно же, также следом, уже когда доставили нашего пострадавшего в медицинскую организацию, принять неотложные меры, что по предотвращению развития чрезвычайных ситуаций, воздействия на работников и травмирующих факторов, на других лиц, чтобы никто больше не пострадал. Конечно же, нужно сохранить до начала расследования обстановку, какая она была на момент происшествия. Если это не угрожает жизни, ничего не трогать, если же нельзя, то провести фотосъемку, видеосъемку, ну и начинать расследование. У нас, согласно 228-й статье Трудового кодекса, также мы обязаны проинформировать родственников нашего пострадавшего. В течение суток необходимо направить извещение, во-первых, о том, что произошел несчастный случай, тоже. Куда направляем? Государственную инспекцию труда, прокуратуру по месту происшествия несчастного случая, в администрацию по месту, фонд социального страхования, территориальное объединение профсоюзов, это к нам, ну и в Ростехназор, если несчастный случай произошел на опасном производстве. Вот в эти органы обязательно направляется извещение о том, что произошел тяжелый, групповой или смертельный несчастный случай. Запрашиваем медицинское учреждение, значит, по запросу необходимо получить заключение о характере получения повреждений здоровья и, конечно же, определить степень тяжести. После этого создается комиссия, при легком несчастном случае расследует предприятие само, комиссия должна быть не меньше трех человек, возглавляет комиссию работодатель, в состав входит специалист по охране труда, представитель выборного органа и представитель организации. Если тяжелый несчастный случай, смертельный, групповой, расследуется не менее 15 дней, включает в состав все эти органы, о которых я говорил, куда мы направили извещение, это Государственная инспекция труда, профсоюз, исполнительный комитет, фонд социального страхования. Все выплаты будет производить на основании акта по форуме Н1, фонд социального страхования, если случай будет связан с производством. Обязательно каждый несчастный случай должен быть расследован, и только комиссия может сказать, связана с производством или нет. Для чего это проводится? Чтобы привлечь к ответственности виновных лиц, определить требования, какие были нарушены, акты, установить виновных, чтобы они понесли ответственность, устранить причины, несчастного случая, разработать мероприятия по недопущению подобных инцидентов. Вот для этого проводятся расследования несчастных случаев. Если связано с производством, то составляется акт по форме Н1, он сохранится 45 лет, и на основании этого акта работник с фонда социального страхования будет получать выплаты. На сегодняшний день мы все, кто работает по трудовому договору, застрахованы от несчастных случаев на производстве. Соответственно, предприятие делает ежемесячное отчисление, на основании этого фонд будет производить выплаты. Спасибо большое, Ирина Васильевна. Много вы нам интересного, важного, нужного рассказали. Того, что, по сути, каждому нужно знать. Желаем, чтобы таких обращений к вам было как можно меньше, по таким поводам неприятным. С праздником вас поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи была Ирина Васильевна Андина, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Я напоминаю, что сегодня на нашем канале целый день проходит телемарафон, посвященный Дню профсоюзов Республики Татарстан. И сегодня же мы разыгрываем приз от Федерации профсоюзов Татарстана. Это путевка на выходные для семьи в одной из профсоюзных здравниц. Что сделать, чтобы его выиграть? Рассказываем. Сегодня на нашем канале проходит телемарафон, посвященный Дню профсоюзов Татарстана. Смотрите наш канал, отвечайте на вопросы викторины и получите возможность выиграть главный приз. Подсказки и даже целые ответы на вопросы ищите в программах нашего телеканала. Чем внимательнее вы будете, тем больше у вас шансов на победу. Итоги конкурса подведем в нашей группе ВКонтакте Татарстан24. Итак, второй вопрос викторины звучит так. С какого возраста можно вступать в профсоюзы и создавать профсоюзы? Варианты ответов с 14 лет, с 18 лет и с 21 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok